дорогие друзья всем привет вы не поверите где я нахожусь и это вранье дорогие друзья я на представьтесь пожалуйста чтобы моя сказка так сказать стал гранди былью ну кем вы сейчас являетесь в этом замечательном месте я на лидер внутренних коммуникаций блок карпатии и джайл давайте посмотрим что такое agile сбербанк слушайте но тут такая красота все такое оранжевое что такое стеклянное что за этой шторкой прячется интересного что здесь рождают детей можно сказать продукт то есть там какой-то митинг в формате сбербанка теперь митинг сбербанка проходит так закрытые зоны для пыток одиночек это для меня кстати я вот люблю когда меня никто не мешает игра ставьте мне покоя дайте поработать одному а у нас очень классные такие кофе-поинты наверное можно назвать для сотрудников в любой момент можно встретиться с коллегами есть открытые площадки для встреч где детская площадка детская площадка пока нет в принципе на самом деле вы сейчас обратите внимание мы идем по по кругу и зоны имеют свою тематику это осень не думаешь что осень посмотреть по названиям чего они означают по моему если не ошибаюсь и почитаем название переговорных комнат и поймем тематику похоже на библиотеку о написано комната для библиотеку будем посмотрим что прям хочется остаться здесь как-то я прям хочется присесть и вот так вы знаете вот сесть из и сказать и вот я здесь буду жить вот вот тут мне кровать тут диван тут телек ребят я пошел до 6 а вот нам ничего остаются сотрудники да мы сафари-зоне вот то самое чудо-машина поэтому вывод следующий не садитесь за руль нетрезвым стоянием первое второе если хотите зарабатывать много денег учитесь собственно говоря учитесь еще раз учить к завещал не только великий ленин но и говорил об этом библии ну а в этих самое главное стремитесь работать крупнейших компаниях такие как сбербанк потому что здесь проводят такие замечательные люди как я на собственно говоря и анатолий попов которым мы сейчас сами отправимся и возьмем эксклюзивное интервью не переключайтесь 1 2 3 нормально да отлично я если честно блокчейн для меня в принципе не какая-то уж фантастическая технология кажется может быть что это какое-то чудо люди и раньше хранили распределенные реестры может быть они просто были не такие эффективные мне кажется больше даст то есть уж выбирать между там самыми трендовыми технологиями то есть все-таки искусственный интеллект и машинное обучение это конечно как бы киллер фича как это принято говорить или киллер технология она очевидно по крайней ближайшие лет 15-20 она уж точно будет более придавая чем блокчейн ну давайте первое самое главное как бы это кредитное решение то есть если раньше так называемой модели регрессионные работы ну то есть это по большому счету есть много факторов каждого фактора и свой вес ну и как и там набором этих весов или набором факторов определяется вернет ли заемщик кредит или не вернет вот то сейчас уже наши модели они как раз используют в принципе механизмы машинного обучения искусственного интеллекта мы тестируем их и я думаю что ближайшее время выведем на рынок что это нам даст скорость скорость принятия решения потому что эта модель сможет учитывать большое количество факторов многофакторные связи и ну как мы надеемся будет давать лучший прогноз важно чтобы эта модель была интерпретируемая чтобы потом ее можно было назад разобрать и понять все таки как вы настраивать какие данные значимые незначимые то есть это тоже определенная наука но в этой науке наверное пока самая большая трудность это данные их очистить сложить упаковать и здесь 90 процентов трудоемкости и лишь 10 процентов это использование библиотек в принципе они все много открытых библиотек для так сказать того что тот же корпорация google там большое количество тензор флоу они дают можно их просто грамотно использовать для того чтобы делать кредитный скоринг следующее это контактные центры но спичит текст уже технология любой таксист как бы давно уже ничего не пишет телефон только разговаривать с ним но соответственно у нас сейчас уже когда идет звонок в контактный центр в наш мы его называем центра корпоративных решений а у нас этих звонков более 20 тысяч уже мы понимаем тематику разговора и поднимаем оператору ответ соответственно сокращаем время звонка повышаем точность ответа обучаем эту модель и делаем это в более удобным у нас 15 процентов звонков делают ну завершает робота на когда так сказать простым вопросом где ближайший банкомат не могу осуществить услугу самой инкассации робота на уточняет адрес ну понятно и произносит соответственно ближайший банкомат там третья улица строителей дом 10 квартира 12 вот в принципе это как бы это банальные технологии с моей точки зрения которые должны применяться во всех контактных центрах но голосовое обслуживание наш клиент ожидают как бы моментальный подъем трубки и ну как бы качественный быстрый ответ это позволяет получить ускорить весь процесс не заставлять клиентов ждать на линии и соответственно как можно быстрее отвечать у нас будет даже большой пилот и бывает простая такая студия видеоконсультирования бывает более сложная к там на экран можно там выставлять там ну допустим хочешь карточку вот так делаешь его так выставляешь карточка то есть мы делали честно говоря большого отклика как бы наш клиентов на этом этапе может это медленно плохое качество связи в том числе потому что равно любились на стороне у клиентов что-то подвисает и качество связи мы сами знаем даже иногда вроде кажется что у всех вай фай все хорошо но качество связи на видео звонки не очень хорошее поэтому клиенты пока не сильно хотят но не знаю как вы как часто вы используете персонально у себя в своих личных разговорах видеозвонок не знаю бы я не очень часто использую мне в принципе голосового звонка достаточно для того чтобы информацию передать чтобы что-то посмотреть ну да есть там кто мне хотят помещение под показатель еще что-то да это нам полезно но пока у клиентов нет большого спроса на это плюс ну наши клиенты во многом это женщины женщины начинают запарилась на тему как они выглядят там то есть это тоже некоторые компоненты что касается персонального менеджмента то это очень правильный вопрос который вы задали он актуален то есть другими с вами хочу ли я разговаривать в контактном центре с человеком которого я знаю то есть это вторая часть была вашего вопроса очевидно да и мы в этом направлении работаем у нас порядка 500 сейчас уже сотрудников есть которые персонально закреплены за клиентами ну и мы верим что мы в конечном итоге сможем построить качественную дистанционную модель когда вы общаетесь не с безличным или каждый раз новым оператором которые от как бы от адама начинает выяснять чем вы занимаетесь и вообще какая у вас там проблема и вообще о чем кино понять что это можно видеть найти все время но все равно важный контакт саш привет там вот у меня такая там ситуация там помоги подскажи это очевидно работает здесь важно разделять то есть отношение банка со своим клиентом они не равны на этом этапе отношения гражданина с государством но в этом направлении идет большая работа чтобы эти два момента с вылезить в частности сбербанк феврале этого года выпустил мы считаем новый сервис его сервис который есть будущее объясню в чем он заключается это возможность зарегистрировать дистанционно и п или о с одним участником без посещения чего-либо и вот мы верим что вот подобные сервисы либо связаны с биометрией либо каким-то другими техну технологиям отсчитывания этого чипа потому что уже вот-вот появится водительское удостоверение с подобным чипом над ним работает и соответственно общегражданский паспорт который будет тоже не бумажные а он очевидно должен содержать чип мы верим что технология вот этого документа личности и соответственно считывателя она открывает большое будущее для того чтобы в конечном итоге то о чем вы говорили чтобы хочу проголосовать да там дальше может быть это будет если он построил достави к систему то может быть это не только банки могут быть но и другие какие-то организации то это будет делаться очень эффективно удобно и в конечном итоге не будет отнимать столько времени и денег мы очень активно работаем и работаем по представлению государственных сервисов для нашего банка является приоритетным и в том числе работаем над сервисами физических физического предоставления услуг это называется битну там центры оказания услуг это когда предприниматели могут получить у нас в наших отделениях получить так называемый государственный сервис мне мне сложно какую-то географию комментировать я бы просто с другой стороны зашел как бы вы наверно много работы со стартапами стартап шоу и там есть такая как бы располагаемый рынок или по-английски это как-то чуть более то есть тот целевой рынок на который это там приложение или там эта разработка направлена ну к сожалению понятно что рынок россии если брать как бы в мировом масштабе код то он международные как бы и нолики единички они что в россии нолики единички что в америке нолики единички но любая как бы бизнес идея даже если взять не знаю там финтех там да в америке там там не знаю 50 там компаний там единорогов уже или там может быть ну не 50 ну хорошо 10 уже точно есть да потому что они как бы адресы был маркет он ну как бы гораздо больше то есть как больше точки зрения количество там населения так и соответственно это как бы создать возможности для того чтобы твоя маленькая ниша может быть который ты нашел и под нее создал идею запрограммировал выпустила она нашла своих клиентов даже если это будет там не на 50 100 тысяч клиентов это уже будет хороший рынок поэтому россии трудно ну как моя личная оценка трудно в этой глобальной конкуренции завоевывать свое место еще есть китай который имеет свою фактически закрытую экосистему и понятно что нет глобальных конкурентов там google facebook не представлены этом рынке поэтому если уж говорить про на место место к сожалению москва как бы тут понять что есть какие-то там островки там типа понятного сибирском может быть стоит упомянуть здесь питер понятно что питер крупный город там тоже есть большое количество разработчиков сейчас волок да вот такие как бы островки как бы ну и понять дальше это равномерно и более менее распределена по стране у нас тоже мы не только москве имеем на разработку мы имеем в новосибирске и в казани в инополисе и там у нас в нижнем новгороде и в ростове-на-дону то есть мы тоже в санкт-петербурге тоже у нас большие центры разработки банк тоже в общем дифферсифицирует свою разработку потому что в том числе на одном рынке тяжело найти такое количество специалистов есть про вторая проблема важная что вот мы беседовали с коллегами из free и по оценке спрос найти специалистов на российском рынке порядка 200 тысяч человек год наша вся система образования ну я меду на новых готовит 60 механизмы иммиграции в страну они тоже не до конца удобный то есть если возраст разработчик из казахстана украины белоруссии ну то есть русскоговорящих там там стран которые соседние то есть и ходить приехать но это получить соответственно вид на жительство или российский паспорт ну достаточно непростая задача поэтому есть большой дефицит и и плюс наши же люди конкурируют соответственно как бы они востребованы и на западе вы знаете там когда идешь силиконовой долине и там не знаю в любом офисе google facebook много русскоговорящих ребят много русскоговорящих ребят это говорит о том что ну как бы они востребованы это это здорово но это глобальная конкуренция потому что естественно уезжают наиболее востребованы на более квалифицированные профессиональные разработчики поэтому нам создать свою долину будет непросто действительно есть люди которые возвращаются вот недавно к нам войти приехал уместок сказать очень серьезные специалисты сити банка давид рафаовский или дэвид рафаовский он принял решение присоединиться к нашей команде то есть и работать руководить нашим идти подразделением так что мы видим что обратный поток есть и есть интерес к сбербанку все-таки мы там в топ двадцатке мировой капитализации у нас есть интересные идеи и это вдохновляет может быть как-то на экса миграцию или как там на обратную миграцию назад мы приветствуем эти такие идеи замечательный вопрос мы одно из важных наших направлений деятельности бизнес образования мы по-разному подходили и года три назад мы начали проект с корпорации google он назывался бизнес класс это некоторая модель очно-заочного очень дистанционного бизнес образования которое позволяет базовым навыкам предпринимательства обучиться там пройти там некий там курс дать тест и мы когда реализовали эту программу у нас первый регион был татарстан мы или там очень хороший отклик там 17000 зарегистрированных на программе 5000 людей людей которые там получили дипломы вот как бы он понял что помимо этого не обязательно быть клиентом сбербанка можно быть просто простым менеджером или клерком я извиняюсь это не обязательно быть предпринимателем даже но просто если вы думаете о своем деле полезно этому немножко обучиться и после этого как-то эта идея бурлила сейчас у нас уже мы там больше сорока регионов по этой программе вместе с гуглом сделали программа называется бизнес класс и порядка 200 тысяч человек принял участие в этой программе увидим что спрос есть на эту тему по-прежнему программа бесплатная еще раз подчеркиваю для участников мы задумались о том что наверное нужно образовательная платформа более серьезные не разовые какие-то хорошо люди спрашивают а вот у меня программа закончилась в приморском крае как бы мне к вам снова попасть ну извини как бы программа закончилась все и увидев этот спрос мы решили создать образовательную платформу по полному предпринимательскому циклу то есть идея заключается в следующем то есть фактически в бизнес образование в россии на текущий момент нету места который бы во-первых объединила большое количество контента от разных бизнес школ от вузов от индивидуальных тренеров бизнес тренеров которые занимаются с одной стороны но с другой стороны не было и этого распределения план предпринимательскому циклу от вдохновения как создавать компанию как ее правильно структурировать как зарегистрировать как построить бизнес-модел адресы был маркета и все эти вопросы которые задаете стартапы до соответственно выхода как правильно продать свою долю как правильно построить эффективную модель партнерства как правильно в конечных концов закрыть бизнес понятно помимо там риск менеджмента операционного менеджмента и чар менеджмента лидерство ну и всех тех компонент которые так или иначе цикл бизнеса обуславливают и мы сделали действительно такую платформу совместно как бы эту идею обсудили с министерством экономического развития и нашли поддержку получили государственную субсидию на это специально на условиях софинансирования и построили эту платформу 1 февраля на стартован они уже порядка 30 тысяч людей которые прошли обучение называется до среда точка ру по-прежнему платформа бесплатная и мы наш задача как бы предлагать качественный образовательный контент мы сами делаем контент в том числе у каждой категории вот я на вдохновение есть там и другие категории там за дизайн там есть собственник бизнес-собственник гуру как мы считаем в этой отрасли помимо того что есть еще о специальные изменения что может быть так долго но мне кажется что это полезно такой вопрос есть специальные траектории мы их называем то что такое траектории траектории это я хочу открыть магазин я хочу открыть кафе есть прямо пошаговая инструкция как это делать от ведущих собственно специалистов в этой отрасли как бы известных россии то есть мы верим в то что фактически мы сможем объединить и сформировать такую экосистему образовательного контента и в конечном итоге дать в том числе ряд сервисов для действующих предприятий будущих чтобы эта платформа в конечном итоге имела некий коммерческий смысл вот собственно сейчас у нас 30 тысяч уже за три месяца мы сформировали аудиторию мы верим что по мере расширения эта аудитория будет расти у нас цель до конца года сделать 100 тысяч но я думаю что нам в общем задача вполне по плечу мы можем делать гораздо больше знаете я наблюдаю за этими форумами у меня есть немножко пока специфическое отношение слишком много шоу и в том числе часто идет как бы как бы некие презентации которые узнать есть такая проблема выживших то есть очень много разбирается позитивных кейсов ну такие бизнес-герои бизнес-герои презентуют свои как бы там бизнес-геройские успехи но по большому счету если речь идет об образование то надо учить ошибкам и провалов и вот у нас даже специально на нашей образовательной платформе есть академия провалов где бизнес-герой рассказывает о своих ошибках вот пока мне кажется что вот это гигантское шоу пусть на 100 тысяч человек или там тушинское поле заполненное людьми как мне как пока мне кажется что это немножко перебор это слишком большой хайп хотя может быть ему и мы этим займемся мне кажется что лучше быть в ежедневном контакте с нашим пользователем клиентом или соответственно участником образовательной платформы это может быть более ценное лучше туда инвестировать средства чем организовать такой большой форум там стоп спикерами и каким как бы шоу потому что это во многом принципе превращается в шоу не сильно отличающиеся не знаю таких там шоу как там голос или там не знаю там авторадио там какие-то вот которые сожалению мне иногда по телевизору переключаю вот как бы так по касательной на это на все смотрю да мы мы спасибо за идею во первых это нужна идея которую мы должны задуматься но наши как бы одна из там наших задач продвижение предпринимательства и мы уже ближайшее время выпустим с телеканалом пятница определенное шоу где там предприниматели там опытные предприниматели учат молодых предпринимателей посмотрим если спрос будет серьезный будет хорошие как бы просмотры соответственно конверсии какие-то то мы будем к этому более серьезно относиться и может быть там организации в продакшн студии начнем тут снимать сериала вместо того чтобы выпускать банковский продукт если у нас есть какая-то идея хорошая то мы в принципе в состоянии реализовать самостоятельно как бы мы программировать умеем у нас есть толковые ребята если особенно из такого ребята которые горят идеи то у нас есть масса примеров когда ребят в моей команде за вот могу привести пример сайф best of partners пришли ребят год назад скале вот у нас такая идея нам кажется неплохо сделать по платформу чтобы помочь предпринимателям решать внешнеэкономическую деятельность чтобы они могли искать по миру там людей которые могут в этот сервис помочь сделать там не знаю в китае там южной америки то есть мы ищем либо продвигаемся товар либо нам нужна какая-то помощь конкретной точки как бы нам так сказать чтобы что может сбербанк предложить и мы придумали такой сервис выпустили в ноябре то есть как-то запилили принято говорить до запилили начали вот там за три месяца запилили mvp и сейчас уже выпускаем мобильное приложение то есть уже там есть и большое количество и там участников мы практически во всех странах уже есть зарегистрируешься и что док-док да нет совершенно верно то есть теперь как бы это вторая как бы одна часть марлезонского балета это идеи которые растут внутри и у нас для этого есть инструменты и как бы даже называем инкубатор для того чтобы эти идеи поднимать что наши сотрудники могли расти вместе со своими идеями но вторая да мы смотрим на стартапы которые как право дополняет нас какой-то области например тут же яндекс маркет вы знаете что мы уже объявили так сказать о том что у нас будет партнерство в равных долях мы сотрудничаем с яндекс маркетом мы понимали что наверное в принципе теоретически мы можем свой написать магазин там или и коммерс сервис но решили принять решение о сотрудничестве с наиболее популярным российским провайдером для того чтобы на этой базе с энергии построить нечто большее вот наверное когда у нас мы видим сильного эксперта определенная овощи то мы понимаем что нам есть о чем посотрудничать и не если ну как бы предложение пока может недостаточно уверенно или там пока выглядит как больше как планы то нам в принципе ничего не стоит от дом клик возьмем да в качестве примера мы четыре года назад мы посмотрели на сервис в америке трули зио они уже единороги там давно там там с десятками миллиардов уже зио как бы базируется в сиэтле по моему очень крупная компания посмотрели поняли что в принципе нашего ипотеки этого не достает и партнерской работе и создали свою компанию там там сформировали команду и сейчас дом клик по посещаемость среди сайтов недвижимости на третьем месте но я думаю что с учетом того нашего как бы энергии который мы направляем будет номер один в россии соответственно и для риэлторов и те сервисы которые мы оказываем это в принципе то есть как бы есть примеры когда мы собственно создаем но если у нас был такой как бы мощный партнер может быть нам не было необходимости мы бы построили какой-то альянс и то есть что что мы сделали мы за прошлый год перевели всех пользователей фактически там всех там у нас почти 4 миллиона пользователей нашего бизнес-привожения сбербанк бизнес онлайн на новый интерфейс то есть помимо того что он там гораздо более удобный юзер-френдли там не похож больше на бухгалтерскую досовскую программу с зелеными буковками там выглядит как юзер-френдли приложение так и бы один из может быть был важных моментов чтобы улучшить и ux но вторая часть которую на которой мы работали это магазине банковских сервисов сейчас их там 25 количество их растет там темпом там примерно в квартал мы добавляем 23 мы потому что мы используем важный принцип single sign on то есть не надо еще раз вводить свои креденшал с там по новой пароли и заводить вагины личный кабинет лично у меня уже от этих личных кабинетов я уже просто утомился этих везде создавать но вспоминать и у меня там пароли и все это очень утомительно понимаю мы хотим чтобы опыт был бешен второе части сервисов представлены как white label сбербанка я давать два слова скажу какие сервисы например сервис гарантированных расчетов и мы их встраиваем например в нашу систему вы набиваете платежку и вы хотите понимать вот этот новый ваш контрагент вообще как бы будет он что-нибудь поставлять или нет ну и бывает же такое с новым контрагентом очевидно да то есть есть масса внешних сервисов которые не знаю я просто не хочу компании называть но и как минимум три там который я знаю который предоставляет подобный сервис мы интегрируем их через apple через наши и как бы соответственно когда уже вводится nnn предприятия мы подсвечиваем зеленый желтый или красный то есть вот как бы такая прошивка работает либо облачный crm соответственно у многих предприятий как бы они почему не задумываются о том что свою базу можно не в экселе вести или на бумажка в тетрадках простой crm они могут взять либо наши онлайн-кассы evator если мы продвигаем соответственно мы либо ну понятно традиционный бухгалтерский юридически то что там 1с там с этим связаны как бы сервисы мы просто хотим чтобы банк в конечном итоге мы работаем помогал комплексно решать проблемы нашего клиента например одно из таких последних примеров мы в конце марта вывели на рынок совместно корпорации 1с следующее решение допустим он наш заемщик у нас кредитует соответствии там с требованиями центрального банка вы должны ежеквартально там определенное количество отчетов уже ежегодно полную свою отчетность и но это помимо нужно банку для мониторинга но и там для того чтобы актуализация кредитного рейтинга и там оформирование резервов почему это нужно но это все происходит на бумаге в пд в лучшем случае это отправлять через сервисы и инвосинга то есть это электронный подпись вас записывается электронной подписью на это сканы то есть это колхоз как бы в общем неудобно не клиенту который должен это все сформировать и держать под это соответствующих людей вас на своей стороне не на мы через запи построили шлюз через который можно как бы во первых эту обязательную отчетность можно и ряд дополнительной отчетности например движение по 50 51 счету отправлять и соответственно банк за это мы даем скидку нашему клиенту на кредит то есть хочешь кредит дешевле хочешь уменьшить расходы на обслуживание долга подключаешься электронно через 1с это восьмая версия и соответственно у тебя возникает эффективный документ оборот это практическая ценность вот как бы с моей точки зрения вот здесь есть польза для наших клиентов если говорить про там соответственно и стартап если он к нам на полку может выставить интересное решение то мы готовы очень быстро поставить на свою полку и какое-то время на этой полке подержать то есть если на этом полке не будет отклика то конечно анфочных ли как у нас говорится мы не будем просто святое место пусто не бывает вот так что такой механизм есть он существует его очень легко может сказать 25 сервисов мы как мы считаем востребованных мы держим на этой площадке самый конечно востребована сервиса сервис электронных подписей то есть люди получают электронный подпись для того чтобы обмениваться с банком а чтобы от нас фактуры или в электронном виде получать не бумажном виде для учета ндс и так далее по тем услугам которые содержат ндс самое главное предпринимателю это задуматься думать о своих клиентах вот это его к вам главная задача как бы мы хотим чтобы он думал о своих клиентах и как банк как не знаю уже не банка как его сервисная компания которая обслуживает мы хотим чтобы все остальное взяли на себя сервис провайдеры ну во многом банки и мы будем делать много для того чтобы как бы эту боль ежедневную слушать снимать понимать что нужно сделать и как для того чтобы ну все-таки предпринимателя всей этой бумажной вот истории как бы не волновать а вот это важно самое главное чтобы предприниматели тоже привыкли получать сервисы в таком формате они как традиционно сейчас дайте найду я бухгалтера до аутсорсинга он не знаешь будет там делать мой бухгалтерию потом заболел там исчез то есть это все очень я ему дам и даю я ему естественно даю все свои ключи на право под подписи там до доступ к своим банкам мало ли что происходит как бы это такая очень с моей точки зрения большая зона риска поэтому конечно да да в этом направлении будем работать и расширять качество бесшовность удобства для того чтобы в конечном итоге процесс происходил как-то символис ли для нашего предпринимателя а он занимал самым главным работать со своим клиентом темпом и это и и Продолжение следует...